Друзья, всем привет! В этом выпуске смотрим ваши часы. Не так давно во вкладке сообщества на канале я предложил вам рассказать о ваших часах, которые были топами в 2020 году. Новые купленные или те, которые чаще всего оказывались у вас на руке. И большое спасибо всем, кто откликнулся. Давайте же на ваши часы и посмотрим. С вами Виктор, вы на канале про часы и мы начинаем. Поехали! И открывают сегодняшний топ часы Casio EQB1000. Это тонкие легкие часы с большим функционалом. Сапфировое стекло, солнечная батарея, водозащита 100 метров. В общем, отличные повседневные часы. Как говорят Tool Watch. Как пишет владелец Вадим, единственное, что разочаровало, штампованный браслет. Ну да, штамповка дело не лучшее. Но в бюджетных часах чаще именно такие браслеты мы и встречаем. Да и штамповка бывает очень разного качества. Этот браслет точно лучше, чем на часах Востоком Фибия Классика. И переходим к следующим часам. И у нас тут целая коллекция. И, как пишет владелец, почти все часы 2020 года. Все простенькие, но с душой. И всеми доволен. Есть много вариантов Востока, да и пара хамажиков. Ну а самые новые тут часы Хамилтон. Отличные армейские часы от хорошего бренда с надежным механизмом. Это пример отличных филдвотч. Кстати, здесь весьма интересный механизм H10. С запасом хода до 80 часов, который по сути является механизмом PowerMatic 80. И оба эти механизмы имеют одни корни из ета. Часы явно хороши и будут долго служить. Ну а мы продолжаем. И у нас элегантный швейцарец Мидо Баранчелли от Андрея. Вот что он пишет. В этом году у меня появились новые часы Мидо. Как по мне, так они весьма хороши. Хорошая отделка, отличный браслет, точность хода минус одна секунда в сутки. На руке выглядят замечательно. Да и не так часто встретишь часы Мидо на запястьях других людей. Не очень они популярны. И тут я с Андреем полностью согласен. Я как-то делал обзор на часы Мидо и подробно о них рассказывал. Если интересно, посмотрите. А мы двигаемся дальше. И на очереди часы Победа от Ильи. И мне хочется процитировать его слова. Многие говорят, что Победа уже не та. Деды бы узнали, разозлились. Но я точно знаю, что деды были бы счастливы. Говорят, корпус из Китая, но он из стали, а не латунный. Посмотрите на сочетание кремового циферблата с синим. Стрелки с суперлюминовой. Да, это не механика. Но они соответствуют требованиям 2020 года и с актуальным дизайном. Из минусов только стекло. Царапается даже об рубашку. Но благо можно полирнуть. И главное, когда эти часы на руке, чувствую историю. Что тут скажешь? Да, Победа часы интересные. Не всем они сейчас нравятся, но, как видите, есть ценители. Нужно будет углубиться в эту тему и сделать большой обзор. Ждите в будущем. А следующая история от Никиты, который выбрал свои первые часы. И ими стали часы с Сиртина DS8 с лунным календарем. Со слов Никиты хотелось что-то универсальное, надежное, недорогое и при этом крутое. Подписался на несколько часовых каналов, изучал сайты, примерял часы в магазинах. Но как только решился на покупку, заболел. И на больничном зашел на Авито и нашел те самые часы. Часы, которые сразу запали. Как видите, не только мы выбираем часы, но, видимо, они нас тоже. А у нас на очереди еще один представитель Хамилтон. Как пишет автор, было много разных марок. Восток, Сейка, Ориент, Касио. Но на данный момент остались самые любимые часы. И это Хамилтон Хаки 38 мм автомат. И Тесо. Хамилтон вообще для меня марка топ. Уже четвертые часы этого бренда. Что ж, часы действительно отличные. И в комплекте с Тесос составляют отличный набор для мужчины. Кстати, уже вторые Хамилтон от подписчиков явно нужно брать на обзор. А следующая история меня особенно порадовала. И перед нами часы Электроника 5 от Дмитрия. И вот что он пишет. Да, часы, которые дороги как память, всегда будут лучшими. Это факт, и здесь не поспорить. Ну а дальше идет большой рассказ про часы Восток от Максима. Итак, поехали. Часы куплены в первых числах января 2020 года на сайте Мираном. Часы, как и вся серия, посвящены антарктической станции Восток, основанной в 1957 году, о чем и свидетельствует информация на задней крышке. Это последняя на данный момент модель из серии 420V05. Основные отличия от представителей полиуретановый ремешок, черное окошко даты и, конечно же, красная акцентная стрелка. В комплекте с коробкой прилагались паспорт, бумажка и, собственно, сами часы. Ремешок с красной прострочкой и фирменной надписью «Восток». Полированная бакля с логотипом. Хотя по качеству ремня никаких претензий нет, на мой субъективный взгляд, с такими часами он плохо сочетается. Благо, для старых командирских как раз отлично подошел. А для новых часов были куплены самые разнообразные браслеты и ремешки. Ширина крепления 18 мм. И вот так часы выглядят с браслетом-резинкой. Как и положено полярным часам, полный оборот часовая стрелка совершает за 24 часа, а не за 12, благодаря чему в условиях полярного дня или ночи можно точно определить время суток. При этом секундная и минутная стрелка движутся, как в обычных часах. Циферблат имеет соответствующую разметку. Сам циферблат черный, лучеванный. Смотрится очень живо и эффектно. Изогнутая форма стекла вносит многими любимое искажение по краям. Метки и индексы нанесены люминофором. Часовая и минутная стрелки выполнены в форме мечей. Под отметкой 24 или 0, привет ракета, можно увидеть перевернутый треугольник. Не уверен зачем он нужен, возможно для определения положения циферблата в темноте или условиях плохой видимости. Внешне часы некоторым гражданам напомнили знаменитые бланпа. Впрочем, дайверские нотки в дизайне и правда присутствуют. Да и солидная водозащита 200 метров в наличии. Можно не переживать, если вдруг возникнет необходимость куда-нибудь нырнуть, не снимая часы. Главное, чтобы ремешок был подходящий. Ну а задняя крышка плотно закручена. Сатинированный корпус, причем обработка корпуса похвальная. Даже между ушками теперь не больно смотреть. Вживую смотрятся и ощущаются часы добротно. За время эксплуатации видимых царапин на корпусе не обнаружено. Чего не скажешь о моих стандартных амфибиях. Заводная головка полированная из нержавеющей стали и нанесен логотип «Восток». Безель тоже полированный с алюминиевой вставкой и минутной разметкой. Сама вставка узкая с внутренним кольцом, что придает часам некоторую изящность. Такие же безели раньше ставили, например, на Нептуны. Безель вращается в обе стороны без щелчков и это лучший вариант для офисного дайвинга. Такой вариант проще использовать в качестве таймера для повседневных задач. Диаметр корпуса 39 мм вполне универсальный размер. Не подойдут только уж на совсем большие запястья. Сидят на руке комфортно, хотя и достаточно пухлые. Некоторые неудобства при носке могут возникать разве что при использовании нато-подобных ремешков. Все же толщина целых 15 мм, что характерно для востоковских классических амфибий с автоподзаводом. В сочетании с узким креплением дополнительная пара слоев ремешка заставляет часы как бы покачиваясь левитировать над запястьем. Под манжету часы уже не залезают, возникает страх приложиться к какому-нибудь косяку или углу. Кто носил, тот поймет. Но такой вот тандем мне все же нравится. На крышке нанесена гравировка с изображением Антарктиды и местоположением станции на ней. А под крышкой скрывается специальная антимагнитная вставка. Насколько надежна такая защита вопрос, но как бонус приятно. В часах используется калибр восток 2431, точность по паспорту минус 20 плюс 60 секунд в сутки. Часы нашу достаточно часто, аккуратно, но без фанатизма. Работа, командировки, местами спорт повидали самый широкий спектр условий. Несмотря на особенность плексиглаза, собирать царапины буквально из воздуха, заметных посадить не успел. Микроцарапины, если присмотреться, все же есть. Но желание постоянно протирать стекло пока не появилось. Владельцы востоков наверняка поймут. В конце-то концов, такое стекло прекрасно полируется. Да и стоит копейки. И самое важное, часы притягивают к себе внимание. Нередко замечаю удивленные лица граждан, не понимающих, который там час. Сверяя время по своим часам или смартфонам. Иногда даже спрашивают, что это за часы такие. При стоимости 7600 рублей на момент покупки конкурентов попросту нет. Кто там еще делает механику на 24 часа с приличной водозащитой? У ракеты Fortis и Lanjin есть подобные, безусловно, прекрасные модели. Но и цена там на порядок выше. Правда, был у востока игрешок в виде небольшого несовпадения часовой и минутной стрелок, которые оперативно устранили в ближайшей мастерской. Но подобное даже у топовых японцев можно встретить. Чего уж там. В общем, часы и дальше буду с большим удовольствием носить, а в будущем надумаю добавить в коллекцию вариант полярных от ракеты. Что ж, Максим, спасибо за прекрасную историю, успехов в пополнении коллекции, ну а мы продолжаем. И своими часами и историей поделился Сергей и рассказывает про часы Сертина. Вот что пишет Сергей. Я с наручными часами не расстаю с детства, а точнее со второго класса. Мои родители бывшие военные. В 87-м, когда мне было 8, в гости приезжал папин друг из-за рубежа, и он подарил мои будущие первые наручные часы Монтана. А вторые уже купила мама, когда мне исполнилось 18. И это были часы Ориент 3 звезды. Впоследствии, которые я потерял в тот же год в армии. Вернувшись после службы домой, чтобы не расстроить мать, я купил себе точно такие же Ориент, как и она мне подарила. Но опять не повезло. В тот же год на дискотеке попали в замес, и где-то в темноте часы слетели с запястья. Пропажу которых я заметил только на следующее утро. Прошло немного времени, и я снова себе купил такие же Ориент, впрочем, это уже те самые часы, что на фото. И с ними я не расстаюсь уже долгие 9 лет. После того, как часы остановились, долго не мог найти что-то подходящее. Изменилось мировоззрение, поменялись вкусы. Я противник подделок, но после Ориент я не знал, что хотел, да и часами я особо не интересовался. Они просто мне с детства запали в душу. Короче, я купил себе подделку Ланжин. И носил их 6 лет. Потом купил подделку Омега и проходил с ними еще 3 года. Случайно увидел в интернете часы Штурманские, понравились внешне. Жена поехала в Москву и купила на Арбате те самые Штурманские. Но недолго они меня радовали. Когда я их разглядывал, выронил из рук с высоты 25 см, ударились о крышку стола и отлетели индексы и метки на циферблате. В общем, я в шоке от качества сборки наших мастеров. Отправил по гарантии обратно в Москву, часы там починили, вернули обратно. При получении на почте, вскрывая, на циферблате отвалились другие метки. Отнес в местную мастерскую, там метки приклеили уже надежно. С 2017 года стал более скрупулезно подходить к выбору часов. Стал смотреть обзоры, читать статьи. И как-то увидел часы Сертина DS Action, дайвер Powermatic 80, и влюбился в них. Поехал в Красноярск, нашел там магазин, где была такая модель, посмотрел, примерил, но покупать не стал. Дорого. Потом копил деньги и искал в интернете эти часы со скидкой. Через год мне предложили часы со скидкой, от которой я не смог отказаться. Так я стал обладателем этих превосходных дайверских часов. На циферблат хочется любоваться. Браслет превосходный. Летая застежка с механической регулировкой, стекло сапфировое, задняя крышка с качественной глубокой гравировкой. Часы мечта. Носил не снимая, зимой, весной, летом. Летом купался не снимая, осень и снова зима. Часы отличные, но тяжелые. И ушки слабо загибаются по краям. От ушка до ушка 51 мм, а это много для запястья 18 мм. Считаю для себя комфортными до 50 мм. Кстати, сейчас приобрел монстры, они в разы комфортнее сидят на руке. Но сертину никому не отдам. Вот такая история, хотел две строчки написать, не получилось. Что ж, Сергей, история и вправду весьма интересная. И пусть эти часы вас долго радуют. Но мы переходим дальше. И следующие на очереди часы от Александра. И здесь снова довольно большая коллекция. Видим много модификаций амфибии. Есть моряжные молнии. И даже модели ГАЗ-14 Восток Европа, Ариент Стар и Ланжин. Но, как пишет Александр, чаще всего на руке появляются именно модификации Восток. Часы действительно интересные. Я в этом году тоже часто амфибию носил. Зеленый Нептун почти все лето с запястья не слазил. И давайте дальше. Своей коллекцией поделился Алексей. Коллекция небольшая, но интересная. И вершина этого сета – часы Бол. Прекрасные швейцарские часы с механизмом с автоподзаводом на базе ЕТА-2836. Стальной корпус, 100 метров водозащиты, сапфировое стекло, двойной календарь и отличнейшая тритевая подсветка – стрелок и меток. С заявленным сроком службы – 25 лет. По опыту использования Алексей пишет, что часы отличнейшие. Прекрасного качества тритий просто бомба. Отличная точность 2-3 секунды в сутки. Да и в море часы купались. Выдержали на ура. Из минусов – тритий когда-нибудь сядет. Но это совсем не скоро. Что ж, Бол действительно отличные часы. И, почитав письмо от Алексея, захотел взять эти часы на обзор. Очень достойный экземпляр. Также Алексей владеет часами Слава на механизме 24-27, а у его супруги прекрасная модель Ариент. И, собственно, коллекцию Алексея мы этот топ и закрываем. Пишите в комментариях, какие часы вам понравились, кто больше всех удивил. Если формат интересен, обязательно повторим. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока. Пока.